Привет, меня зовут Михаил Иркеев, я профессиональный фотограф. Занимаюсь коммерческой съемкой более трех лет. Я снимаю репортажи, женский портрет, работаю также с брендами и снимаю автомобили. Многие боятся снимать в студии с импульсом светом. Сегодня я покажу конкретно, как я работаю с вспышками студии. Мы рассмотрим несколько моих фишек и световых схем при съемке женского портрета. Это позволит вам сделать ваши снимки еще более крутыми и разнообразными. Этот мастер-класс подойдет как новичкам, так и тем, кто пользуется вспышками, но делает это неуверенно. Погнали! Этот мастер-класс вы смотрите благодаря платформе Vigbo. Это удобный сервис для создания сайтов и интернет-магазинов. Мой сайт также сделан на платформе Vigbo. Я его сделал буквально за несколько дней. Очень все доступно, понятно и легко. Поэтому абсолютно каждый может сделать свой сайт без помощи специалистов. В описании под этим видео будет ссылка, по которой вы можете создать свой сайт со скидкой. Ну что, я предлагаю приступить к практике. Мы рассмотрим использование импульсного света на примере съемки женского портрета. В основном я буду пользоваться одним источником света, но в некоторые схемы я буду применять дополнительно еще две вспышки. Также нам понадобится два черных флага. Я снимаю на Canon. Это один DX Mark II. Объектив 24-70, 2.8. Вторая версия. По настройкам это ISO где-то в районе 100. Диафрагма 6-8. Выдержка в районе 160. Сейчас мы будем снимать с одним источником света. Мы будем работать на оборудовании ProPhoto. На самом деле это мой любимый бренд. Светоформирующие насадки бывают разных размеров. Это стандартный софт 2х3. В принципе он может закрыть любые потребности. Когда вы снимаете модель с использованием импульсного света, обязательно контролируйте расстояние вспышки от модели. Как правило это от 1 до 2 метров. Сейчас мы будем снимать с насадкой Softbox. Первая схема света классическая. Она используется в журналах, лукбуках, имиджах. Это самая распространенная схема света с одним источником. Эта схема очень простая и очень универсальная. Вы можете пользоваться этой схемой на разном удалении от фона. Чем дальше от фона будет находиться свет и модель, тем темнее он будет. Вы можете пользоваться этой схемой света как на циклораме, так и на любом другом фоне. Сейчас я покажу как ее поставить относительно модели. Мы включаем вспышку. Мощность в принципе мы сейчас будем смотреть и корректировать. Ну обычно я снимаю где-то 7, 8, 9. Нам нужно сделать чуть угол такой. Основная задача поставить свет под 45 градусов так, чтобы источник света был чуть сверху и направление света было под углом. Примерно это должно выглядеть вот так. Снимаю я вравию, чтобы сделать качественный продакшн. Источник света настроен на восьмерку. Ну что, погнали? Чуть-чуть воздуха, чуть-чуть. Давайте теперь импровизировать. Давайте чуть выйдем поближе сюда и поснимаем немного полусидя, что-то такое. Ребят, если вы снимаете со светом, не забывайте о том, что если модель присаживается, источник света тоже нужно немножко сделать ниже. Наташа, чуть вертикально все снимаю. Да, да, типа, а то для горизонтали синенький пол будет. Наташ, туда смотри. Поменяйте с местами, а то все время ты с этой стороны, ты с этой. То же самое по позе, руки, то же самое все. Ага, а друг на друга прям смотрите. Сейчас мы доработаем эту световую схему. Мы возьмем один черный флаг и поставим его перед софтбоксом. Это немножко поменяет картинку и сделает ее, на самом деле, очень прикольной. Вам нужно немного отрегулировать источник света, сделать его более ровным по отношению к полу и прислонить к черному флагу. На самом деле, вы можете задать вопрос, почему мы не используем стрипбокс, но стрипбокс дает немного другой свет-теневой рисунок, он более скучный. Эта световая схема имеет место быть и она достаточно делает прикольную картинку. Таким образом, мы получаем очень узконаправленный свет. Вот отсюда это хорошо видно. И флаг отрезает часть свет-теневого рисунка. Мы немножко модели переместили в другую точку. Схема та же, но немножко другой фон. Сейчас я переставил со мной источник света в другую точку, передвинул моделей, протестил. Мне не очень понравилась картинка, поэтому мы немножко изменим условия. В тот момент, когда модель показывает референс и говорит, я хочу вот так. Смотрим. Типа вот так? И вот лица эти. А, давай. Ага. Да, класс. Наташа на меня и чуть сюда, ты мне голову. Для портретов я флаг отодвинул, чтобы направление света не было таким узким, чтобы осветить хорошо портреты девчонок, ну, лица девчонок. Да. Давай. На самом деле, не обязательно использовать всегда софтбокс. Вы можете пользоваться октобоксом. Свет теневой рисунок будет похожим, но немного отличаться. Сильно будет отличаться еще то, что в отражении глаз будет у софтбокса такой квадрат, оно имитирует окно, а у октобокса будет такой восьмиугольник. Угу. Есть. Вторая схема света с использованием также одного источника и двух черных флагов. Мы ставим два черных флага сбоку от модели, и между этими черными флагами используем одну вспышку без насадки, таким образом, чтобы через флаги попадал свет непосредственно на модель. Получается очень крутой объемный светотеневой рисунок. Мы получаем спереди и позади модели очень крутые тени. Мы используем два флага и один источник света без насадки. Вот софтбокс мы сейчас будем снимать. Между двумя черными флагами должно быть небольшое расстояние. Источник света должен рисовать свет вот примерно через эти черные флаги. Но с моей стороны они черные. Опускаем ниже. Мощность ставим на восьмерку. Источник света прям четко должен попадать на модель. Мы поставили флаги таким образом, чтобы они создавали тени. Одна перед моделью, другая позади. А вот этот участок будет освещен. И достаточно будет очень крутой светотеневой рисунок, объемный. Сейчас вы его увидите. Вы также можете расширить зону светового участка, немного отодвинув один из флагов в сторону. Вы очень ушли. Надо всегда туда смотреть. Теперь просто встань на свет. Сейчас я так изменю. Три. Еще одна очень крутая схема света – это вспышка в лоб. Ее можно использовать абсолютно в разных форматах. Можно использовать и на вечеринках. Можно снимать девчонок в студии. Делать также имиджевые крутые съемки. С помощью данной световой схемы мы получаем очень крутую и контрастную картинку. Результат которой вы можете оценить сами. Выдержка 160, диафрагма 7,11. Это чувствительность 100. Сила источника света на восьмерке. Туда такие дерзкие, резкие образы. Ноги пошире такая вся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна классная схема света с использованием трех источников света. Один источник светит прямо на модель, а два других они подсвечивают фон. Таким образом мы получаем равномерный подсвеченный фон. Эти съемки также очень востребованы и подходят для съемок для брендов и женского портрета. Чем ближе будет модель к фону, тем он будет белее и равномернее освещен. Сейчас мы будем использовать три источника света. Две вспышки будут светить напрямую на фон, и одна будет светить на модели. Те, которые вспышки светят на фон, мы ставим мощность на шестерку. Одну и вторую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данная светосхема позволит сделать фон белым, однородным. Ярким. То есть две вспышки без насадок светят прямо на фон. Они стоят за спиной. И основной источник, он же рисующий свет, стоит под 45 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, пожалуйста, устроим чуть-чуть сюда, отнесся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле вы можете экспериментировать. Не обязательно основной источник света рисующий ставить под 45 градусов. Можно его поставить прямо перед моделью, фронтально. Естественно, контрастность будет уже не такая. Но вы можете смотреть, пробовать разные вариации и делать то, что нравится именно вам. В данном случае я немножко меняю положение основного источника света рисующего и поставлю перед моделью фронтально. Чуть-чуть поиграем. Вот так теперь. Что-то такое. Типа ты доминируешь. Во, класс. Да, класс. Да. Все, встаешь? Смотри. Да, ноги сделаешь широко, прям вот так. Да, ага. Не знаю, про что получилось. Я думаю, что тут все в суматохе. При съемке женского портрета обязательно не забудьте познакомиться с тем, кого вы фотографируете, наладить контакт и максимально свободно, спокойно общаться с тем человеком, которого вы фотографируете. Если вы понимаете, что человеку тяжело расслабиться, попытайтесь с ним о чем-то поговорить, отвлеченным. Каждой съемке я готовлю референс. Это те картинки, которые я хочу использовать как пример для своей будущей съемки. И этот референс я могу показывать модели, которую я снимаю. Она видит, что я хочу, о чем мы говорим. Она видит позы. И нам уже легче становится работать. Важно понимать, что во время съемки всегда нужно экспериментировать, пробовать что-то новое и не бояться это делать, потому что каждый новый шаг — это шаг в развитие. Вы получаете новые картинки, вы оцениваете, понимаете, что вам нравится больше. Таким образом вы нарабатываете свой стиль и делаете свои работы более уникальными. Надеюсь, этот мастер-класс был полезен для вас. Я постарался поделиться только необходимой и важной информацией для того, чтобы вы могли ее применить в своей съемке. Подпишитесь обязательно на канал Вигба, поставьте лайк этому видео. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии. Мы на них обязательно ответим. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok